21 мая. Привет из Крыма, из известнейшего города Симферополя, столица Крыма. Сегодня мы начинаем утро вот с такого вкусного пломбира, коровка из кореновки. Он мне больше всего нравится этот пломбир. Мы когда приезжаем, всегда его здесь покупаем. Сегодня мы едем в Ялту. У нас сегодня единственный, по-моему, свободный день от всей беготни по городу. И сегодня мы едем в Ялту. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Приехать в Ялту и не побывать на винодельческом предприятии Массандра? Нет, мы не упустили такой случай. Обязательно заехали. Здесь проводятся экскурсии, дегустации. Для этого надо подняться наверх. Насколько я помню, там есть магазинчик, который торгует фирменными винами Массандровского винзавода. Виноград Массандровский, он только-только еще набирает плоды. Набирает вкус. Ну и вот мы входим в фирменный магазин Массандровского винзавода. Так, вот я теперь баю, да? Угу. Ну, те маленькие бутылочки, там 375, смотрите, красные бутылки. Угу. Четыре черного доктора и молока. Угу. Окей. Знаете, может, четыре возьмем? Угу. Бери четыре, Ленечка, для комплекта. Угу. Мы сейчас в Ялте производим оплату услуг парковки автомобиля. Вот зашли вот здесь в магазин, есть терминал, и мы производим оплату. Оплату парковки в Ялте можно произвести, вот даже мы зашли в магазин обычный, вот такой вот платежный терминал, где оплачиваются услуги связи, коммунальные услуги и все остальное. То есть, вот я вам покажу. И все, вносите деньги, вносите номер автомобиля, указываете время на парковку и получаете чек. Дальше. Парковка обходится 50 рублей за час. Переходим дорогу, вот мы находимся здесь в центре города. Парковка находится вот на противоположной стороне, и там же в гастрономии мы зашли оплатить услуги парковки. Мя겼и. Дальше. 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 Мя faithful. Друзья, начало мая Мы сейчас посмотрели цены Клубника в Ялте 300 рублей Возле центрального рынка Версики 250, яблоки по 120 Вот так Да, кстати, действительно Да, то и дешевле Вот мне Леня подсказывает Симферополе по 200, а то можно еще и найти дешевле Я остановлюсь предположить, что это форма вяленая Ребят, ну тут такая вот черчхела Всех сортов, размеров, каких хочешь Вина, видимо, домашнего производства И да, действительно Вот такая красивенькая, симпатичная форма вяленая Настоящий крымский лимонад Как в детстве Да, крымский лимонад Мы просто пока гуляли по Ялте Заглянули в столовую Перекусить немножечко Ну цены, я вам скажу Да, действительно, плюс-минус Несколько рублей В принципе, разницы большой нет Во всех столовых Вот такая вкусная горячая шарпа С баранины подается Я заказала порцию 350 грамм Это примерно где-то 220 рублей Бутылочку лимонаду вот взяли И Леня ждет, еще чебурики должны принести Вот салатик, такая увесистая порция хорошая Вышло 170 рублей Брали салатик из капусты Там с курочкой, кукурузкой Очень вкусные Вот принесли нам еще чебуречки Ребят, ну для сравнения Руку положу Да, вот так большой чебурек Вообще тут, честно говоря На две ладошки огромный Цена на чебуречек идет 100 рублей за штуку Но они очень сытные Вкусные И много мяса Вот такая прекрасная столовая В этой столовой мы останавливаемся Уже не первый раз Когда приезжаем в Ялту С виду вроде бы кажется Такое невзрачное помещение Но там очень вкусно готовят ребята Там очень чистенько внутри Просто прекрасно В общем наш обед обошелся 800 рублей Мы взяли 3 чебурека Салат, шурпа 2 кусочка хлеба и лимонад 800 рублей Столовая находится с правой стороны От входа в центральный рынок Бюджетно, вкусно, чисто и очень хорошо До набережной Ялты остается совсем немножко Примерно где-то метров Может быть 50-70 Мы находимся на улице Карла Маркса Ожидаем сейчас на переходе Вот такая красивая улица Со старинными зданиями Сзади нас находится сквер юбилейный Аня собирала документы Известнейший ялтинский крокодилляриум Здесь находится около 200 крокодилов И вот мы уже приближаемся к набережной Улица Рузвельта Переходим Большинство торговых марок На территории Крыма Просто были переименованы Допустим, кафе КФС Очень известное в Европе Теперь переименована В ЕФС Но я скажу, что качество Приготовляемых здесь пищи Совершенно не ухудшилось Раньше тут был Макдональдс Да, действительно Раньше здесь был Макдональдс И мы когда-то в нем останавливались Покушать Но я скажу Куриные крылышки Как были хрустящими Так они и остались хрустящими Независимо от названия заведения Кстати, я хочу сказать Что в магазинах Йогурт, который раньше Назывался Активи Остался точно в такой же Зеленой упаковочке Только теперь он называется Активио Но содержимое то же самое И вот наследие Советского Союза Памятник Ленину И вон почта Да, и кстати Почта Крыма На набережной Вел Ребята остановились Попробовать вот такое Прекрасное эскимо По вкусу Как при Советском Союзе делали Достается порция эскимо И окунается В три вида шоколада Светлый Темный И белый Да, вот такую Я выбрала себе Апельсиновый В черном шоколаде Благодарю вас Апельсиновый На набережной На набережной Ялты Появилось вот такое Интересное Зеркальное Кубическое строение Нас это очень заинтересовало Мы решили посмотреть Что это Санитарная зона Набережной города Ялты Через несколько минут На контактной Сопровод Все Молоклавы Морскую прогулку Движка Молоклавы Состоится увлекательная Морская прогулка К знаменитому залу Лайк-палисиновый Дом Искурсовому курорту Прогулка сопровождается Подробным Интересным Рассказом Экскурсовода На теплоходе Работает пар Велитые В первой кассе Касса На Нижней набережной Ну вот и отправился Первый теплоходик Балаклава Первый Это То есть При нашем присутствии Здесь Так вообще Ялта Да Она знаменита Морскими путешествиями Морскими прогулками В основном Это идут маршруты До Ласточкиного гнезда Месхор И далее Людей на пляжах Еще не так уж и много Поскольку вода Еще не прогрелась Вода Где-то 19-20 градусов Но погреться на солнышке Полежать на пляжике Можно Визитная карточка Набережной города Ялты Является вот этот ресторан Во времена Советского Союза Он когда-то просто гремел Был известен Хорошим обслуживанием И дорогой кухней Но сейчас Судя по всему Там тихо закрыто И в общем-то Он больше не функционирует Как всегда В Ялте Очень-очень чистая Прозрачная вода И каменистое дно Сейчас вот Началась середина мая Очень много медуз Я смотрю здесь Это, конечно, не Голливуд Но в Ялте Тоже есть Своя Аллея знаменитостей Ялта И чеховская дама С собачкой С собачкой Ну вот и незаметно прошло 4 часа прогулки, мы выезжаем, да, почти 4 часа, мы в 12 часов приехали в Ялту, поставили пока машину, оплатили, вот уже в принципе половина пятого, мы выезжаем с Ялты, скажем, ввиду ограниченности и коротковременности нашего отпуска, нам не удалось, конечно, погулять очень долго и много, и показать всю Ялту, мы были только в центре, немножечко погуляли и по набережной, вот, и Ну все, в принципе, мы уже возвращаемся теперь в Санкт-Петербург, едем домой к нашим родителям По дороге из Ялты есть вот такая интересная смотровая площадка Как раз видно гора Медведь Смотровая площадка находится, если вы едете из города Ялта, проезжаете санаторий Айданиль, съезд на Айданиль и следующий второй поворот Долина Привидения Это точка перевала, да, Леня? Здесь даже чувствуется, что уже довольно холодно, температура ниже Семкиропольское водохранилище Семкиропольское водохранилище Конечная троллейбусная станция, микрорайон Марьино, города Семкирополь Да, Марьино, и здесь же построена самая большая мечеть города Семкирополь Монументальное, красивейшее сооружение Очень красивое Университет А, университет, студенческий городок, да? Да, студенческий городок Сейчас университет скоро будет За этим порталом За этим порталом Вот он университет Он прилегает к Воронцовскому парку Университет 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 Простал